Елена Сальник Мне кажется, не самый легко дающийся город Правда? Ну да, здесь люди такие достаточно закрытые Но мне кажется, если победить и завоевать их сердце То все-таки они становятся очень благодарными Но вот есть же какие-то стереотипы все-таки Вот Урал, как всегда, помимо машины и машиностроения Все-таки говорят о каком-то роке Но все-таки вторая, как я думаю, столица рока И вот этот стереотип, что нормальный фестиваль Это все-таки какая-то рокешная команда должна быть Есть же такой стереотип у жителей Урала? Ну вы знаете, для меня Екатеринбург — это не только рок Это еще и люди, которых я здесь встречаю И на самом деле здесь действительно такое очень интересное сообщество Такой интеллигенции Многие из которых, к сожалению, наверное, уехали в Москву Но здесь очень много хороших театров Здесь есть хорошее образование И мне кажется, все это как раз создает тот самый фон В котором усадьба «Джаз» вообще могла появиться Ну как раз ваша аудитория, которую вы пытаетесь аккумулировать вокруг себя Как раз-таки интеллигенцию, так скажем Но давайте про состав, который будет в этом году Там очень много выходцев из шоу «Голос» Это вообще неплохое подспорье, я так понимаю И не только для усадьбы, для многих фестивалей Кто, представьте, кто будет Ну, я начну с того, что шоу «Голос» действительно проект, который дал возможность очень многим музыкантам Проявить себя перед достаточно широкой аудиторией Но еще до шоу «Голос» эти музыканты были замечены, отмечены усадьбой «Джаз» Даже Антон Беляев, по-моему, до шоу «Голоса» у вас уже выступал Он выступал уже до этого года Ну много, да? Может быть, два или три назад, до появления в «Голосе» И те участники, которых мы в этом году, собственно, привозим в Екатеринбург Они тоже были в «Голосе» И были еще до «Голоса» неоднократно на усадьбе «Джаз» Я говорю прежде всего о певице Тине Кузнецовой И я говорю о Георгии Юфа Который как раз вышел в полуфинал в последнем, собственно, выпуске «Голоса» Это разные музыканты Тину я знаю уже более 12 лет И выступала она еще на первой усадьбе «Джаз» Будучи совсем молоденькой девушкой Так же, как и я была тогда Совсем молоденькой девушкой Как раз организовавший первый фестиваль Выступала она тогда Если не ошибаюсь С фольклорной программой Еще с Анатолием Герасимом Саксофонистом Тина уникальный совершенно человек Который действительно в свое время Смог Путешествия по разным деревням Действительно собирать Настоящий такой фольклор Настоящий старый фольклор И при этом Интегрировать его в современную электронную музыку Это был проект, который назывался «Звента свинтана» Который как раз на фестивале «Усадьбы джаза» был представлен Теперь они чуть-чуть распались Вернее, давно И одна из солисток как раз таки с Шевчуком выступает Да, да, Лена Романова Но то, что делает Тина сейчас Конечно, это более популярный формат Но я очень надеюсь, что на «Усадьбы джаз» Тина как раз не откажется в том, чтобы показать себя и как джазовая вокалистка И как фольклорная вокалистка Поэтому ждите действительно сюрпризы Я думаю, что для многих Тина действительно откроется как очень серьезный и прекрасный музыкант Но еще есть аналог голоса, который проходил в Бразилии, если не ошибаюсь И тоже одна из представительниц тоже приезжает к нам Это все мы говорим о главной сцене Либо о второй тоже Да, это все главная сцена портер, которая традиционно всегда очень такая живая, энергичная, яркая И здесь мы как раз не ограничиваемся, собственно, стилистическими рамками Можем себе позволить немножко как-то похулиганить, поэкспериментировать Поэтому очень такой получается яркий замес Это и уже вышеупомянутая Тина Кузнецова со своей программы И Георгий Юфа, который является прекрасным совершенно вокалистом Играет на виолончели, исполняет авторскую музыку И всем известные хиты такого старого доброго фанка И очень приятная, я думаю, для всех новость, что в Екатеринбург приедет оптимистик оркестра Как Евгений Федоров все время говорит, он не оптимистик оркестра, а оптимистика, как металлика, он говорит Я думаю, что это приезд его не только заслуга усадьбы Джаст, но и многих молящихся в этом городе Потому что очень давно их не было И ровно год назад, будучи в этой студии, мы у вас выпрашивали Сейчас мы телезрителям покажем, как это было По поводу Федорова, к нам Федорова никак, который не Леонид, а который Евгений Никак нам не привезти его в следующем году, например Или будете как-то пробовать? Вы знаете, если все очень хотят, конечно, мы можем Хотят тут несколько человек конкретно на нашем канале, чтобы привезли Федорова Вы знаете, для нас это уже показатель Мы всегда очень открыты к предложениям со стороны нашей аудитории Пишите нам в фейсбук, на самом деле, будьте гораздо более активны Здравствуйте, я Евгений Федоров из группы Оптимистика Оркестр 25 июля, мы играем в Екатеринбурге на усадьбу Джаст Выходит, что мечты сбиваются И если держать связь с организаторами, может так случиться, что и ваш любимый исполнитель приедет к вам в город в рамках усадьбы Джаст Все верно? Все верно, абсолютно Кому можно писать, вот если сейчас повалятся заявки напрямую, в фейсбук Марии Семушкиной? Очень многие пишут, могу сказать, не всем, но большинству стараюсь как-то вежливо отвечать Безусловно, много пишут артистов, много присылается разных ссылок Но программа на этот год уже сформирована Если есть что-то интересное, что-то действительно профессиональное, авторское, мы, конечно, постараемся это не пропустить Но надо понимать, что сейчас у нас получается не только в Москве, даже в других городах, ну, наверное, где-то 20 человек на место Такой своеобразный конкурс Мы даже прекратили проводить конкурс молодых исполнителей, который мы раньше проводили каждые два года Потому что понимаем, что на текущий момент у нас действительно фестиваль один, а музыкантов, желающих выступать, очень много Поэтому вы и поехали в Магадан Насколько я понимаю, фестиваль в этом году еще будет в Магадане Ну, это была, на самом деле, такая прекрасная первоапрельская шутка Хотя, кто знает, на самом деле, все возможно Но давайте вот еще про малую сцену, которая обычно бывает, две же сцены, как обычно будет Я не упомянула еще имя, о котором мы уже так начали вскользь говорить В этом году самое такое, на мой взгляд, интересное событие все-таки на фестивале Это приезд бразильской певицы Елен А. Лерия Которая является финалисткой действительно бразильского голоса Является такой сейчас очень модной звездой Бразилии Она недавно получила такую самую известную премию бразильскую Подписала контракт с крупнейшим лейблом Это надо видеть, это действительно потрясающе, совершенно ярко Музыкант, большой эксперимент Она даже с каким-то электронным роком таким тяжелым пробовала исполнять В рамках усадьбы джаза она в каком виде предстанет? Вы знаете, не могу сказать, какая это будет программа Я думаю, что это будет такая смесь и бразильской басановы И действительно каких-то таких достаточно ударных ритмов Тут еще самое важное, что действительно музыканты, которые приезжают к нам Можно сказать, практически с другой планеты Обладают совершенно другим таким южным темпераментом Который есть у кубинцев, есть у бразильцев И кулумбийцев тоже Вот мы приглашали в прошлом году кулумбийскую певицу Но она исполняла в большей степени такой Более такой нежный фольклор Почему мы поставили Эллен специально на портер? Потому что это действительно такой, можно сказать, забойный хедлайнер Что касается сцены джаз-клаб В этом году Кто-то из наших будет? Да, традиционно Мы, конечно же, приглашаем музыкантов из Екатеринбурга И в этом нам очень помогает Эверджаз Наш партнер как раз по части организации джазовой сцены Потому что нам действительно очень важно, скажем так Понимать самые новые, самые свежие тенденции Того, что происходит в городе Правда, иногда нам приходится повторяться Но мы не так часто это делаем В этом году у нас будет Денис Галушка Который был у нас два года назад Да, уже был, да Мы с удовольствием его повторяем Но в этом году он выступит с певицей Также в программе у нас заявлено еще два коллектива Один из них играет не джазовую музыку А играет музыку балканскую Так и называется Balkan Music Это проект Аркадия Клейна, который известный По-моему, в прошлом году тоже был На площадке не было его Нет И еще у нас будет трио Гурчика На самом деле музыканты иногда повторяются в том плане, что играют друг у друга в составах Но все-таки мы стараемся не повторяться буквально Например, Денис выступит не просто в своем трио А выступит в том числе с вокалисткой Что касается еще одного участника сцены Jazz Club Мы не смогли обойтись без, так скажем, иностранного присутствия И мы очень рады, что благодаря нашему партнерству с Люксембургом Куда не так давно я ездила И сама лично отсматривала, отслушивала коллективы Казалось бы, очень маленькая страна в центре Европы То есть вы приезжаете прямо в страну, откуда хотите привезти условно исполнителей И там устраиваете смотр талантов? Ну, скажем так, так происходят шоу-кейсы во многих странах Куда съезжаются директора из разных стран То есть это такое профессиональное мероприятие Ну, правда, куда могут прийти, в принципе, и обычные люди Где действительно в течение нескольких дней идет вот такой нон-стопом программа Можно послушать массу интересной музыки И выбор для себя тех, кто наиболее всего понравился Вот Мишель Райсон был как раз одним из тех, кто нам очень понравился И Люксембургское, скажем так, бюро по экспорту музыки Нас поддерживает, что для нас действительно очень мало важно А в России есть такие смотры? Ну, вот когда можно... Вы недавно были на Таллинской неделе музыки Следите за мной Да, я за вами слежу А у нас в России есть подобного рода мероприятия Когда съезжаются продюсеры условно со всего мира И наши музыканты есть? Вы знаете, организовать такой шоу-кейс – это вообще моя мечта Я неоднократно говорила об этом И стучалась достаточно разным высокопоставленным чиновникам И в Министерстве культуры Но пока у нас у страны немножко другие приоритеты Мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы такой смотр состоялся И действительно есть все возможности для того, чтобы пригласить И сделать так, чтобы потом эти музыканты были действительно представлены Потому что, к сожалению, Россия не представлена практически нигде Но не обязательно это ведь должна быть Москва или Петербург Сегодня вы встречались с нашим мэром Можно было ему это предложение высветить, чтобы он на это ответил Вы обсуждали с ним какие-то дальнейшие развития? Можно рассказать о вашей встрече? Вы знаете, это было просто такое приятное беседа, знакомство Где для меня просто было важно, чтобы главное лицо города понимало, что это за проект И лишний раз из моих уст узнал о том, что это будет Обратил на это внимание Поддержал, чем может Мы не вправе что-либо требовать Конечно, опираемся на свои силы Если будет когда-нибудь государственная поддержка здесь, мы действительно будем только рады Для нас это даст просто лишнюю возможность сделать фестиваль еще качественнее Усадьба джаз существует больше 10 лет Три года только у нас Здесь в Екатеринбурге Хоть раз за эти продолжительный период времени государство Мы не берем сейчас каждый город в отдельности Помогало усадьба джаз? Да, вы знаете, помогало Начнем с того, что первый раз фестиваль в Екатеринбурге прошел при поддержке Министерства культуры Да, как бы очень небольшой суммой, скажем так Но, тем не менее, это было что-то На следующий год, в прошлом году уже был поддержан таким же образом Воронеж В этом году будет поддержана Казань Это если говорить про наше федеральное министерство А что касается Москвы Я думаю, что, может быть, вы уже слышали о том, что в этом году мы впервые меняем место проведения И как раз благодаря поддержке Департамента культуры города Москвы Мы, и финансовой поддержке в том числе Мы действительно можем совершить вот этот такой непростой и достаточно перенос Тем более в сегодняшнее кризисное время, когда не так все просто со спонсорами Если вернуться к нам в Екатеринбург Ну и вообще, наверное, в каждый регион Есть как-то, не знаю, вкусовыми качествами кто-то из вашей команды обладает? Как вы отбираете именно исполнителей? То есть вы ориентируетесь все-таки на... Вот вы сказали, что уральские люди, они все-таки закрытые В Воронеже, может быть, они открытые Кому кого везти на фестиваль? Как отбор происходит? Вы знаете, этот процесс такой очень интересный, творческий, абсолютно непредсказуемый И как-то профессионально уже так сложилось, что мы с моей коллегой, музыкальным директором Еленой Моисеенко Вместе в таком режиме какого-то просто иногда чаепития, или просто разговора, или переписки Или прикидываем и накидываем какие-то разные идеи Мы уже имеем представление, что да, вот есть такая площадка, что бы там хорошо прозвучало, да? Что там ждут? Что там... А опыт прошлых годов? На кого пришли, от кого ушли? Мы стараемся не повторяться, безусловно, но есть какие-то просто отдельно взятые случаи Но вот в прошлом году, например, так получилось, что программа выстроилась не совсем таким образом, как мы хотели Например, фестиваль должен был закрывать группу Кракен Смак, перед ней должен был выступать Беляев, а вначале должен был выступать Скляр Но так получилось, что вот Антону Беляеву надо было срочно лететь на другое мероприятие У нас есть видео, да, как это происходило, Антон Беляев, и ему еще помешал дождь, традиционный дождь в Екатеринбурге Ну он, на самом деле, мне кажется, даже не помешал, он добавил каких-то таких дополнительных красок и запомнился всем, на самом деле И Антону Беляеву тоже особенным образом этот концерт Конечно Так вот, я хотела сказать, что была такая ситуация, что выступал Беляев, а потом выступал Скляр Мы ужасно по этому поводу переживали, думали, боже, после такого мощнейшего накачанного вообще звука, да, вот будет такой, ну, Скляр с такой достаточно нежной, хорошей программой И мы обратили внимание, что, я бы не сказала, что людей было меньше, или была какая-то реакция, или что кто-то ушел То есть есть ощущение того, что, во-первых, есть определенный голод на разных артистов, и не сказать, что прямо Екатеринбург там перекормлен многими именами И мы стараемся всегда балансировать и выбирать и музыку для действительно джазовых меломанов, и что-то такое понятное на русском языке Обязательно какой-то фирменный серьезный привоз, и просто то, что создаст атмосферу Про фирменный привоз – классический вопрос Второй год после первого фестиваля про Нино Катамадзе Нино Катамадзе – самое главное такая жемчужина фестиваля в нашем создании про усадьбу джаз А в этом году ее тоже не заявлено Правильно я понимаю, что один раз в каждом городе Нино Катамадзе выступает, и этого достаточно? Нет, я надеюсь, что мы, безусловно, ее повторим Просто здесь действительно вопрос в том, что есть много интересных музыкантов, которых нужно и стоит показывать Поэтому мы еще стараемся выстроить так программу, чтобы обязательно была, например, и какая-то певица, и, например, какой-то интересный вокальный проект Когда Индор где-то что-то более инструментальное, то есть как-то разбиваем по жанрам Поэтому, может быть, в следующем году, почему бы и нет? Почему бы и нет? Но в следующем году усадьба джаз все равно так или иначе будет в нашем городе Я уже просто думаю, что это хорошая традиция Создали намерение уже сейчас Хорошая традиция, и погода, я думаю, тоже не помешает в этом году Я хочу еще про историю поговорить с вами, и вот про джаз все-таки усадьба джаз Но так или иначе, вот если взглянуть даже на то, кто выступает уже второй год Это же не совсем уже джазовый фестиваль, получается Вы создали такой проект, который уже сам рекомендует музыку И от джаза некоторые проекты, включенные в усадьбу джаз, далеко ушли Ну, это абсолютно нормальная тенденция вообще большинства мировых джазовых фестивалей Если вы посмотрите на один из самых известных джазовых фестивалей, например, в Монтрео То там выступает Фаррел Уильямс Или вы посмотрите, например, на Ворлеанский фестиваль Там может выступать, не знаю, там Марун Фаев или Пати Смит Ну, вообще... Ну, правильно я понимаю, что вот Марун Фаев в Новом Ирлиане, казалось бы Это для того, чтобы все-таки больше людей приходило Это просто часть развлекательной программы И прежде всего возможность привлечь как можно более широкую аудиторию к джазу в том числе Потому что джаз сам по себе, он не сможет собрать такое количество людей Поэтому и создается такая вот всегда альтернатива То есть, да, вы можете послушать джаз, но вы можете в то же время пойти полежать на травке и просто потанцевать И, тем не менее, джаз в данном случае это те некие рамки, которые мы создали для того, чтобы... Ну, даже не то, что специально, да, но так сложилось, что те коллективы, которые все равно в любом случае мы выбираем Они обладают действительно очень хорошим качественным уровнем Джаз в данном случае является их тоже отправной точкой Так же, как и для Атины Кузнецова или Ленино Катамадзе И для Жени Фёдоров в том числе джаз это тоже своеобразная такая некая отправная точка Как свободная импровизация Да, потому что мы не приглашаем, например, Жени Фёдорову с проектом «Зорги» Потому что понимаем, что он как раз этим проектом не подходит для усадьбы джаза Оптимистика подходит Ну, хорошо, что у него три проекта иногда И текила, да, он делает Но нет такой опасности, что люди все-таки слушают, что это усадьба джаза И пометуя по сарафанному радио, что это за проект, приходят А там все-таки вот этого джаза, как это принято, какой-то высоколобой музыки, они не услышат Нет опасности, что вы немного обманете того зрителя, который приходит на усадьбу Более того, мы сознательно разбиваем этот стереотип джаза как высоколобой музыки Потому что если вы посмотрите действительно на то, как джаз звучит в абсолютно разных местах Он может звучать и на стадионе, и в храме, и в концертном зале, и на лужайке И это не всегда классические джазовые стандарты и чёрная певица в блестящем платье Это могут быть абсолютно яркие люди И для меня джаз — это импровизация, это, наоборот, внутренняя свобода Поэтому здесь, в данном случае, усадьба джаза — это уже некая сверхидея, которая сама за себя говорит И на себя собирает публику Хочу про экономику спросить Выгодно заниматься подобного рода фестивалями? Всё-таки это не просто же такое красивое событие, это же всё равно, так или иначе, затраты и доходы Это нельзя назвать предсказуемым бизнесом И действительно, есть очень много риска Есть очень много риска, потому что никогда не знаешь, как сложится ситуация к моменту проведения фестиваля Подпишутся ли спонсоры То есть это абсолютно нестабильный бизнес Очень часто бывают ситуации, когда фестиваль уходит просто в большой минус Сколько раз плюсов было за такую длинную историю? Вы знаете, я стараюсь всегда как-то так выстроить процесс, чтобы, ну если хотя бы не в ноль Ну хотя бы в небольшой плюс фестиваль выходил, потому что есть команда, которой надо просто жить и создавать этот фестиваль И в течение года люди уже работают над этим То есть начиная с осени постепенно выстраивается рабочий процесс Всё зависит, естественно, и от погоды тоже То есть бывали ситуации, когда погода могла очень резко сократить количество пришедших И мы, казалось бы, выстроив такую прекрасную, грамотную схему, ориентировались на одно, получали другое Мне кажется, что фестиваль просто нужен, в фестивале есть какая-то поддержка свыше Поэтому всё как-то вот так или иначе образуется Даже в этом году, казалось бы, да, вот... Не в самом положительном плане экономики Не в самом положительном, да, но тем не менее находится поддержка посольств Находится вот какая-то государственная поддержка И, ну я очень надеюсь на то, что в этом году, несмотря на все сложности Мы как-то выйдем всё-таки на какой-то серьёзный финансовый результат И это тоже даёт возможность делать следующие шаги Потому что очень хочется расти в плане артистов Это действительно очень важно Потому что когда мы говорим спонсорам, что фестиваль — это... Мы не просто собираем деньги на то, чтобы, не знаю, построить цену хорошую Всё понятно, но очень важно — это действительно качество артистов И нам очень важно, чтобы мы могли действительно конкурировать с мировыми событиями Что спонсоры и все те, кто вас поддерживает, о чём вы говорите про качество? Ну, в чём оно оценивается? К сожалению, нет Безусловно, в основном спонсорам интересна наша аудитория Ну, естественно, количество сколько придёт? Количество, и аудитория достаточно платёжеспособная И такая, которая может отреагировать на ту или иную рекламу Находясь в таком, можно сказать, позитивном настроении, позитивном состоянии Но сказать так, чтобы действительно кто-то готов был проспонсировать какой-то серьёзный привоз К сожалению, такого прецедента не было Может быть, потому что время маценатов, к сожалению, прошло И сейчас все, конечно же, затягивают пояса И в этом году, в том числе на Екатеринбург мы потеряли, например, нашего прошлогоднего партнёра автомобильного Может быть, найдём кого-то ещё, ну, по крайней мере, ведём работу Может быть, и в Екатеринбурге тоже откликнутся компании, которым это интересно Про приплате в вечеринке В Питере вроде как будет Такая практика существует В Екатеринбурге где? Не так просто до вас лететь В этом и сложности Да В общем-то, как и у артистов Последние ваши опыты Вы делаете джазовую программу на джазовой частоте одной Вот это как бы с точки зрения популяризации Или просто это ваше такое душевное хобби? Я думаю, что это и то, и другое Для меня это, прежде всего, возможность рассказать о людям о музыке Потому что на радио, да, музыка звучит фоном Сложно рассказывать людям о музыке Есть вообще сейчас желание слушать что-то новое у публики? Или всё-таки по старым 90-х годам Вопрос с подачи Я надеюсь, что у меня это получается хорошо Программа выходит не так давно Буквально третий месяц Она на самом деле короткая Но выходит она два раза в день И, в принципе, я записываю программу И рассказываю каждый раз В каждой новой программе Рассказываю о каком-то новом музыканте О своих каких-то впечатлениях О своих поездках Я-то спрашивала с точки зрения публики Насколько им интересно что-то новое И насколько пытливы сейчас умы публики Потому что, как мне кажется Все застрялись в каких-то стереотипах В 90-х годах Условно есть какие-то ориентиры у людей И вот они как-то скептически К всем новым веяниям относятся Есть такое? Ну, я бы так не сказала Мне как раз наоборот Поступают такие отзывы Что, ой, как было интересно Мы узнали для себя Про такого-то музыканта С удовольствием что-то послушали Я думаю, что здесь действительно Возможность для меня И рассказать о музыке И немножечко тоже опять-таки Вот раздвинуть вот эти вот рамки Показать, что музыкальный мир Достаточно широкий А если относительно фестиваля Насколько публика готова воспринимать Любой музыкальный эксперимент Который вы можете представить В рамках усадьбы? Ну, это уже опыт И все-таки на него Я полагаюсь Конечно, бывает иногда Что кто-то не... Бывали такие ошибки Когда мы ставили в программу Артистов, которые были Не совсем восприняты Или восприняты Не совсем широкой аудитории Но всем угодить невозможно Очень часто мы стараемся Привозить обязательно Что-то такое Концептуальное Непростое Для тех, кто готов Действительно Включиться И Послушать сложную музыку Но понятно, что может Большая часть аудитории Просто развернется Пойдет на площадку Где Можно просто потанцевать Или отдохнуть Вот за первое, наверное Еще и рублем Не каждый будет голосовать В этом случае Вы знаете, по-разному У нас все-таки Сложно вычислить На фестивале Когда человек покупает Единый билет Скажем так Мы не заказывали В специальных маркетингах И следований Я просто смотрю по публике Я смотрю по глазам Я смотрю Какие люди стоят Прямо непосредственно В притык у сцены В Екатеринбурге На самом деле Прямо на первом фестивале Я помню это ощущение Когда действительно Я была приятно удивлена Как аудитория слушала Воспринимала Очень непростой джаз И людей было Очень приличное количество То есть В Екатеринбурге Как раз Многие люди могут Скорее выбрать Что-то такое посложнее Чем просто Какой-то легкий фон Поэтому мы Стараемся Всегда Балансировать Что-то такое интересное Надо отдать должное Что вы всегда Присутствуете В нашем случае На обеих площадках Ходите Вас можно заметить Поговорить И наверное Все свои пожелания Высказать Спасибо большое Мы что пришли А телезрителям напомню 25 июля Усадьба Джаз В парке Харитоновых Расторгуев Приходите Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин